Мы сегодня с вами открываем поистине замечательный музей, музей истории наших строителей. Вы сегодня посмотрите, в шести залах, которых подготовили вот эти замечательные люди, вам будет предоставлена история создания военных строителей до сегодняшних дней. Спустя 10 лет здесь принимают первых посетителей. Под стеклянными витринами уникальные экспонаты, архивные документы, карты и схемы фортификационных сооружений нашего города. 14 тысяч предметов и шесть выставочных залов. Здесь подробно описаны две героические обороны Севастополя и его возрождение после разрушений. Достоянием музейной коллекции считаются собранные по крупицам исторические факты о судьбах военных строителей, объектах, которые были восстановлены кропотливым трудом севастопольцев. Для того, чтобы эту память о десятках, сотнях тысяч людей сохранить, все-таки было решение восстановить музей, потому что он за 10 лет, конечно, пришел в упадочное состояние. Тут и паркет весь поднят был, и экспозиции все были в ужасном состоянии. Вот мы полгода этим занимались. Основное развитие строительного управления Черноморского флота получило в послевоенные годы. Во время второй обороны Севастополь был практически полностью разрушен. И даже его руины были заминированы немецко-фашистскими захватчиками. Титанического труда и упорства стоило военным строителям возведение белокаменных зданий и всей городской инфраструктуры. Мы строили, начиная от маяков, без которых невозможно, узлы связи, без которых тоже невозможно руководить, командовать, держать связь с кораблями. И уникальнейшие объекты строились, узлы связи, значит, имелась возможность поддерживать связь, практически находясь с кораблями в любой точке мирового океана. Необходимость также была в развитии учебной базы. Начали училище наше Нахимовское, училище в Голландии. Мы строили собственную базу, необходимую надо было развивать. То есть строили свои учебные заведения, школу водолазов, школу прапорщиков. На сегодняшний день музей военных строителей считается единственным в своем роде в России по тематическому подбору экспонатов. Огромный вклад в пополнение экспозиции внесли ветераны инженерно-строительного комплекса Черноморского флота. Приносили свои фронтовые письма, фронтовые вещи, фронтовые документы. Все это собиралось в музей. Ну и, конечно же, наши военные строители, которые при строительстве дома начинали рыть котлован и обнаруживали, посмотрите, какие замечательные экспонаты в нашей витрине. Это все найдено буквально при строительстве нашего Севастополя. Это и патроны, и каски, и снаряды, и осколки. Это все, естественно, подлинники. Директор Павел Бондаренко рассказал, что музей военных строителей планирует сделать доступным для всех жителей нашего города, а также гостей Севастополя. В ближайшее время руководство разработает график для посещения.